В эфире программа Вести Хакасия. События недели в студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. В этом выпуске. Коррупция появилась в рядах госслужащих Хакасии, а местные правоохранители добрались до недобросовестных чиновников. На этой неделе в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Сотрудников МЧС подозревают в получении взятки. Большие проблемы малого села. Дороги отремонтировали, улицы подмели, заборы поправили. Что делать дальше? Глава республики выслушал предложение сельчан. По данным Министерства труда, в Хакасии 80% многодетных семей признаны малообеспеченными. Помощь пришла откуда не ждали. Благотворительный десант из Абакана высадился в Таштыбском районе. Коррупция стала темой недели как на федеральном, так и на республиканском уровне. В центре внимания правоохранительных органов Хакасии попали госслужащие республиканского МЧС. Пока в уголовном деле фигурируют две фамилии, но подозреваемых может оказаться гораздо больше. Чиновников обвиняют в расхищении бюджетных средств в крупном размере. Согласно законодательству, крупной считается взятка от 150 тысяч рублей до 1 миллиона. Елену Фетисенко, замначальника финансового отдела, подозревают в получении взятки в размере 185 тысяч рублей. Схема, по которой действовал экономист, проста и довольно распространенная. По версии следствия, она выписывала премии проверенным сотрудникам, а те, в свою очередь, должны были возвращать часть суммы за возможность в дальнейшем получать денежное вознаграждение. Фетисенко была задержана на 48 часов для дачи показаний. В данный момент женщина на свободе по подписке о невыезде. Еще одно задержание провели в четверг. Под стражу также на двое суток взяли бывшего начальника отдела кадров управления МЧС Вячеслава Титова. Он обвиняется по той же статье – получение взятки в крупном размере. О коррупции на этой неделе говорили и в Москве. Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по противодействию коррупции. Количество преступлений в этой сфере снизилось по сравнению с прошлым годом. Но цифра все равно внушительная. 29 500 преступлений за первые 6 месяцев этого года. Президент отметил, что либерализация уголовного законодательства в 2011 году, когда было предложено наказывать коррупционеров в основном штрафами, себя не оправдала. Только 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения свободы. Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят. Находят всевозможные нормативные лазейки. Так, за первое полугодие 2013-го за коррупционные правонарушения судами вынесено штрафов на общую сумму в 20 миллиардов рублей. В бюджет возмещено всего 20 миллионов, то есть 1%. Также президент отметил, что необходимо привлекать к ответственности не только взяточников, но и их руководителей, которые допустили у себя в ведомстве коррупционное правонарушение. Руководители государственных органов всех уровней должны нести персональную ответственность за проникновение в аппарат ЛИД, рассматривающих службу как источник личного неправомерного обогащения. Второе. Надо более жестко пресекать коррупцию внутри правоохранительных органов и судебной системы. Проявление коррупции в структурах, призванных обеспечивать правопорядок, ощутимо подрывает доверие общества к власти и проводимой государством политики. Президент требует ужесточить борьбу с коррупцией и в правоохранительной, и в судебной системе. Впрочем, исправить ситуацию в одиночку не сможет ни прокуратура, ни МВД, ни любое другое ведомство. Путин подчеркнул бороться с хронической болезнью надо всем миром, создавая в обществе атмосферу нетерпимости, взяткам и прочим должностным преступлениям. В битве за урожай хакасские аграрии, хоть и с большими потерями, но все-таки вышли победителями. На этой неделе глава Хакассии провел выездные совещания по уборочной в самых сложных в нынешнем полевом сезоне территориях. Орджоникидзевские и Ширинские районы вместе с зерном посеяли в Хакассии панику. Именно в плане растения и водства север для республики основа, но этот год показал, не все зависит от техники и стараний аграриев. Вот такая доля. Легкого никогда не было. Не было никогда. Мы радуемся весной, летом. Что-то все равно есть. Обязательно. Или весна изъян, или лето даст изъян, то смерть налетит. Еще что-то. Ну, по большому счету, должно быть готово. Наше дело выживать. Наше дело выживать. Сюрпризы преподнесла осень. На севере республики комбайны не могли выйти в поля. Просто вязли в грязи, в то время как другие территории страдали от засухи. Плохая погода сопровождала Хакассию и на протяжении всей уборочной. Из-за дождя и снега зерно осыпалось. По крайней мере, по сену мы значительно выше, по сену мы значительно выше. Даже не прошлого, а позапрошлого года. Средняя урожайность в этом году меньше прогнозируемая. Чуть больше 15 центнеров с гектара. И сегодня главная задача, которая стоит перед республикой, несмотря ни на что, сохранить поголовье скота. Не только проблемы аграриев интересовали главу республики в северных районах Хакассии. Виктор Зимин с командой проверил, как в Орджоникидзовском и Ширинском районах реализуется программа поддержки малых сел. На вымирающие поселения в этом году бюджет потратил 50 миллионов рублей. Люди почувствовали, жизнь начала меняться. И теперь готовы не только ждать помощи, но и сами предлагать варианты развития родной деревни. Говорили о многом. О школах, о здоровье, о рождаемости, о стройках и о личных подворьях. Конструктивный диалог народа и власти в нашем следующем материале. В Хакассии уже сложилась традиция, когда глава республики едет в район, а делает он это часто, сначала его вот так красиво встречают, а потом сельчане начинают загибать пальцы, перечисляют, чего они хотят. Эта встреча неожиданно пошла по другому сценарию, причем задали тон не чиновники, а жители села Новомарьясова. Не все время должны просить. Мы сегодня хотим вас поблагодарить. Говорить спасибо новомарьясовцам действительно есть за что. Дом культуры, который сгорел 20 лет назад, только сегодня начал работать в полную мощь. На ремонт зрительного зала денег постоянно не хватало. В июне, после того, как село посетил Виктор Зимин, они нашлись. Индийские фильмы здесь, конечно, как лет 30 назад уже не посмотришь, но для заезжих артистов теперь ДК открыт. Мультимедиа, может быть, или 3D приедет, пожалуйста, зал теперь есть. Вот Копьевские РДК обещали с нам с театрализацией приехать. 22 ноября теперь зал есть. И, возможно, это будет началом, может быть, будете коллекционировать, кто его знает. Такой подарок, конечно, шутка, но на определенные размышления он наталкивает. Бюджетных денег на деревню не жалко, но отдача должна быть. Очень многое от вас здесь здесь. Сколько продукции нам дадите на столы, да? Я бы очень хотел, чтобы сельчане меня поддержали, что нам нужны производства. Как мне сейчас говорят, не будет у нас разрезов, не будет того. Где деньги брать? Ну, зарабатывать же тоже где-то надо, правильно? Нам нужны новые заводы, фабрики. В Конгарова кажется, что на встречу с Виктором Зимином пришло мало людей. На самом деле это практически все активное население деревни. Работа по поддержке здесь началась с 1 мая, курирует Конгарова Минтранс. Что сразу и видно, на единственной улице появился асфальт, а кроме него, хоть и летний, но водопровод, снесены бесходные развалины, убран мусор. Жители прошли диспансеризацию, уже в пути детская площадка. Дорожники успевают решать проблемы по всем направлениям. Каждое ведомство будет помогать. Допустим, дорога, медицина, ничего не так помогает. Это нас более сплотило. И, скажем так, у нас даже появился дух соревнований, у кого лучше все-таки деревни. Похоже, в ближайшее время Александру Егорову больше всего дружить придется с Иваном Вагнером, министром сельского хозяйства. В Конгарова все жители держат скот, вопросов много, и некоторые уже решены. Помогать убрать сено попросят хозяйство, на покупку корма для птиц сельчанам сделают скидку. Я очень надеюсь, что с Конгарова приедут на республиканский рынок торговать. Торговать-то мы не умеем, но куда-нибудь продукцию свою реализовывать можно было бы. То творог там варят или что ли, продавать вот так. Ну и, конечно, продукцию свою делают люди, стараются же. Сбыт молока уже летом в деревне работал. За ним приезжал фермер. Приедет и в следующем году еще один интересный вопрос этой поездки. Виктор Зимин поручил Минфину разработать программу компенсации для тех, кто пожелает строить дом в малом селе. Программа поддержки дала демографический результат. Молодая семья приехала, вторая приехала тоже с Ужурского района. Трое детей народится, да, уже? Ну, может, не в этом году, а в следующем году. Совместно с властями люди рассуждали и решили, старшим детям нравится жить в интернате в Копьево, так они могут ходить на разные секции и кружки. А вот для маленьких надо бы начальную школу. Сейчас детей в селе 11, в правительстве обещали, будет 14 построят. Елена Крылова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия, События недели. Адресная помощь за 200 километров. Волонтеры из Фонда социальной поддержки населения «Мир Добра» собрали материальную помощь для конкретной семьи в селе Матур Таштыбского района. История о том, в каких тяжелых условиях выживает мать с тремя детьми, не оставила равнодушными многих – и предпринимателей, и простых горожан. Подтверждение истинное о том, что хороших людей все же больше. Следующий материал. Абакан раннее утро. У входа уже приготовлены вещи для дальнейшей отправки в район. Все это от канцелярии одежды, обуви до продуктов и даже транспорт. Газель, на которой помощь повезут в Матур – результат отзывчивости жителей Абакана. Организатор акции «Фонд «Мир Добра»» за 6 лет работы уже обрел постоянных друзей и партнеров. Тех, кто всегда отзывается на призыв о помощи. Воспитанники абаканского училища номер 6 среди них. Очень много в нашем училище детей из многодетных семей, неблагополучных, потому что они приходят действительно учиться нам. Дети-сироты. Поэтому они знают, что такое сострадание и вообще, что такое вообще жизнь. И жизнь тяжелая. Поэтому эти дети, они собрались. Я первый раз встретился с Сергеем Степановичем. Три года назад он к нам пришел в училище. Тоже с акцией «Чистый город». И мы, ребят, я только подошла к детям, дети сразу согласились. Ну, я считаю, что нужно помогать таким семьям. Им тяжело, потому что жить, потому что малообеспеченные семьи. Я ощущаю, что делаю доброе дело. Подростки помогают загрузить вещи в машину, и мы выдвигаемся. Пути три часа. И вот волонтерский десант на месте. С помощью местных разыскиваем нужный адрес. Татьяна Баргаякова дома. Именно ее история без преувеличения заставила содрогнуться совершенно чужих людей, живущих за 200 километров. Полнейшая нищета, когда троих детей нечем кормить и не во что одеть. Отсутствие работы, попытка залить горе и как итог решения уйти из жизни. Остановили женщину в последний момент. А сегодня помощь пришла оттуда, откуда действительно не ждали, из Абакана. До нас зашла вот так эта информация, которая не напрямую. И мы тут же объявили акцию сбора вещей. Нам предприниматели помогли, простые люди, вещи, обувь, продукты, мощи, средства, школьные принадлежности. В общем, собрали много, почти полгазели. Разбирая вещи, примеряя обновки, дочки Татьяны, Наташа и Альбина стесняясь рассказывают о своих успехах. Школьницы хорошо учатся, занимаются борьбой, их медали висят на самом видном месте. Старшего брата Славы дома во время нашего визита не было, но подарки достались и ему. Провожая неожиданных гостей, Татьяна смущенно произносит, пожалуй, главное, зачем в такую даль ехали волонтеры. Обещание исправить в своей жизни то, что еще можно исправить. Да, сейчас будем стремиться. Спасибо вам большое. Хотелось бы, чтобы эти люди понимали, что не надо постоянно рыбу получать, да. Нужно самим что-то делать, не сдаваться в этой жизни. Что-то делать такое, чтобы... Ну, живем же ради детей. Впрочем, поддержка в тот день пришла не только в семью Баргаяковых. Несмотря на то, что помощь была адресной, ехали в конкретную семью, волонтеры в Амакане собрали столько вещей, что помочь удастся гораздо большему количеству нуждающихся. Оставшиеся вещи будут распределять уже в женсовете села. В Матуре действительно все друг друга знают. В беде всегда по-соседски помогают кто чем может. Но проблема в том, что в селе абсолютно все живут весьма скромно. Спасает огород и домашний скот. Семей очень много. Дело в том, что у нас работы в поселке почти что нет. Вот. Работа в основном сезонная. И это самое работают посезонно. Вещи эти будем распределять именно тем детям, которые более нуждаются, у которых действительно нет ни обутния дети. На сегодняшний день ничего нет. Подобные выездные акции в отдаленные районы республики организаторы надеются сделать регулярными. Все зависит от того, как на чужую, далекую беду будут отзываться жители столицы. В ближайшее время фонд «Мир Добра» откроет склад, где будут приниматься вещи от населения. Не нужные кому-то в городе, но такие жизненно необходимые в маленьких глухих селениях. Анна Ахпашева, Антон Михайлов, Вести Хакасия, События недели. 2 ноября в Дмитриевскую субботу в Хакасии почтили память земляков, погибших в локальных войнах. В разные годы в малоизвестных военных конфликтах в Венгрии, Югославии, Афганистане и на Кавказе погибли 70 наших парней. Традиционно мероприятия проходили на привокзальной площади в Абакане возле памятника сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. В этом году многолетнюю традицию решили изменить. Место оставили прежним, а вот содержание поменяли, существенно сократив его по времени, убрав длинные речи и добавив больше позитива и музыки. Главная мысль – мы скорбим, но нужно жить дальше. На обновленном Дне памяти побывала и наша съемочная группа. Началась Дмитриевская суббота с богослужения в Преображенском соборе. От православной традиции отступать никто не собирался. Святое. Утром в храме архиепископ Абаканский Хакасский Анафан провел заупокоенную литию. После службы митинг продолжили на привокзальной площади возле памятника сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах. В этом году организаторы решили немного изменить традиционный ход митинга, сделать его более динамичным. Мы вообще пытаемся несколько по-иному каждый год проводить это мероприятие, поскольку меняется, скажем, время, полагаю, должны меняться и подходы. Мне кажется, абсолютно правильно мы в республике подобные мероприятия проводим. Если забудем мы, придет время, забудут нас. Поэтому связь времен и народов прерываться не должна. Заряжай! Огонь! Не сумел закрыть с собой бою, жизнь короткую твою. Ты прощай, прощай, мой младший брат. Из года в год на площади собираются семьи погибших и те, кто непосредственно принимал участие в боевых действиях. Именно им организаторы сегодня планируют уделить большее количество времени. Это мой старший сын Николай Кудрявцев. Служил в Афганистане. Был взят в 85-м году, а в 86-м, ой, 85-м, да. А в 86-м он летом погиб. Он служил в спецразведтроте в Кабуле. В воздушно-десантных войсках. Пенсии платят. Сейчас стали вот второй год уже платить. Добавочно с Москвы нам высылают переводы по 7 тысяч. 96-й год. Город Грозный. По контракту был. Шофером был. Тяжко было. Ну, было всяко. Ну, в Хакасии у меня вот земляки, слава богу, живые. В Сачинске самому пришлось груз 200 вести. В память о тех, кто не вернулся с боевых заданий, создали документальный фильм «Родина помнит». Показали его на поминальном обеде в пансионате ветеранов. Также здесь прошел концерт. Символическим для Дмитриевской субботы названием «Жизнь продолжается». Наталья Громашова, Ольга Пескова, Сергей Казьмен. Вести Хакасия. События недели. Эта неделя была богата на памятные даты. Комсомолу, одной из крупнейших организаций, когда-либо существовавших в России, исполнилось 95 лет. Позади без малого века большую часть времени организация советской молодежи пребывала в рассвете и на пике популярности. Оттого закат комсомола с началом перестройки выглядел поистине стремительным. Тем не менее, молодые преемники идей социализма есть и в наши дни. Продолжит Ольга Стельмах. Это движение практически в век оставалось самым массовым и в то же время влиятельным на всей территории Союза. По сути, с помощью советской молодежи власть продвигала индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Девушки и юноши, выросшие на книгах «Молодая гвардия, как закалялась сталь», искренне верили в идеалы, ценности и ориентиры Компартии. Удивительное было время. Мы были молодые, нам было интересно. Комсомольцы считались передовым отрядом молодежи. И на молодежь всегда возлагалась большая ответственность. На тебя налагались обязанности быть активным, хорошо учиться, быть добросовестным, трудолюбивым. Помогали колхозам, совхозам, выезжали на поля, жили в палатках. Прекрасно. Комсомол не только занимался благими такими крупными делами, он вместе с тем занимался еще и воспитывал молодежь, нрав сильно воспитывал. В свое время наша молодежь большинством была задействована комсомолом. Комсомол курировал пионерию. Атмосфера в доме у Антонины Шадричевой сродни советскому времени. На книжных полках мировая классика, по соседству полное собрание сочинений вождя мирового пролетариата. Личный кабинет завален вещами тех лет, когда не быть комсомольцем значило быть не как все. Конечно, это не было так, как в пионерам. Тут уже более серьезно подходили. Пионеров там, если плохо учатся или что-то не так сделал, тебя отстраняют, но потом все равно от тебя примут все-таки, потому что маленькие, он будет очень переживать. А в комсомол некоторые не вступали. Ну, по различным причинам. Получить заветный билет и вступить в ряды организации более ответственного дня трудно было представить. Вручили билет нам. Так торжественно и так трогательно было. А что, еще 14 не было, да? 13,5 лет. Вот. И я приехала домой и показала маме и своим. Вот, все. А у меня мама хоть и не была, она, так сказать, не коммунистка, не комсомолка, но она сказала, смотри же, живи так, чтобы люди не смеялись. Живи так, чтобы людям нужно было всегда делать добро. Вершить комсомольские дела Антонине Шадричевой привелось на Крайнем Севере. Там на мысе Челюскина отвечала за техническое состояние авиации. Были и спортивные достижения, такие, как многокилометровые походы на лыжах и покорение Эльбруса в составе 400 человек. Самое главное было, что это восвалялся труд. Правильно? Если человек не трудится, так это что такое? Где работаешь? С кем работаешь? Неважно даже где кем, но во всяком случае ты работал. Идеи построить коммунизм оставили с началом перестройки. Самое массовое молодежное объединение практически искоренили. Приемники либо остались самостоятельными группами, либо объединились в составе коммунистической партии. Юбилейный день для сторонников КПРФ, естественно, прошел торжественно. Для начала возложение цветов к памятнику Ленину. Причем молодые люди, пусть не в таком большом составе, но по-прежнему в первых рядах. Комсомол в 21 веке, чем изменился. Но я хочу сказать, что в комсомол идут ребята, которые действительно душой болеют за свою родину, за Россию, за страну. Пропагандируют не только здоровый образ жизни, но и идеи Карла Марса и Ленина. То есть идеи социализма. В праздник советской молодежи бывшие комсомольцы, как и в прежние времена, вновь почувствовали себя в строю. Попробовали силы в творческих состязаниях и проверили спортивную ловкость. Впрочем, отметили не так масштабно, как раньше, но все же с душой. Ольга Стельмак, Сергей Казьмин. Вести Хакасия. События недели. Новая неделя будет на один рабочий день короче. Завтра, 4 ноября, праздник. Впервые в России День народного единства отметили в 2005 году. За 8 лет у россиян так и не сформировалось единой традиции, как праздновать. Но до сих пор часть граждан так и не понимает, в чем суть праздника. В нашей программе мнение профессионального историка. «Исторической причиной этого праздника является событие смутного времени, когда земское ополчение, пришедшее из Нижнего Новгорода в главе с Кузьмой Мининым и князем Пожарским, освободили Москву от интервента. Здесь нужно вспомнить, что причиной смутной был династический кризис. То есть династия Рюльковичей исчезла с трона России. И, соответственно, это вызвало нестабильность власти, и претенденты различные появились. Один из претендентов был польский королевич Владислав, избранный Боярской думой в качестве правителя России. Ну а, соответственно, население, земство, они выступили против этого. И, соответственно, когда земское ополчение подошло, то они садили Москву, долго сражались. Существует литература, фильмы по этому поводу, даже современные. И вот произошло то, что земство, они, скажем, изгнали представителей короля Владислава, или царя Владислава, если хотите, с территории Кремля, Москвы. И, соответственно, затем, как вы помните, был избран в качестве царя Михаил Юрьевич Романов. То есть новая династия вступила на престол, которая 300 лет управляла Россией. Здесь вот это событие, когда единым фронтом выступили не только различные сословия, крестьяне, горожане, бояре, дворяне, но и различные национальности. То есть и татары участвовали, и других поводских народов как раз в походе на Москву и в борьбе, как писали в советских источниках, с интервенцией. То есть такое ключевое событие, то есть то, что определило дальнейшее развитие нашего государства. Редактор субтитров А.Семкин